добрый день дорогие друзья сегодня очередной день очередная программа и думал я думал о чем сегодня поговорить и решил что наверно будет очень полезно вам знать как я учу английский язык да почему потому что скажу откровенно знать там но русский украинский это ясное дело это с дня рождения заходило легко польский язык само собой там другие языки тоже какие-то частично я знаю какие-то вынужден говорить потому что без языка в стране пребывания довольно сложно находиться так как я нахожусь в англии уже пять лет то есть я хочу поделиться своими соображениями о том как я учу и какие у меня успехи в изучении английского языка по поводу испанского я вам уже рассказывал такой фильм то есть испанским владею совершенно а вот по поводу английского интересная получается особенность то есть когда человек молодой к нему языки в голову заходит довольно легко мне уже к сожалению да все растут то есть так как тебе уже не 15 лет не 20 а уже за полтинник перевалило все тяжелее 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 заходит язык в голову но так как ты вынужден общаться волей-неволей ты вынужден знать язык хотя я знаю много людей которые живут здесь 10 15 и 20 лет их произношение их понимание языка но вызывает много вопросов почему сейчас я наверно могу сказать почему начну немного издалека когда там рос учился в советском союзе в школе я учил английский в институте тоже английский я посещал различные курсы специальные курсы английского языка ну и как-то в общем то не находил никаких особых успехов почему потому что в то время когда я учил но у меня не было необходимости общаться на английском языке тогда же когда занимался в прошлом бизнесом да многие мои немецкие партнеры говорили вот если бы ты говорил по-английски было бы круто я сам знаю было бы круто успехи были бы намного существеннее но когда ты очень сильно занят отвлечься напрячься на изучение языка довольно сложно аргентина два года имея желание переместиться в канаду я ходил в уолл-стрит институт это пожалуй одни самых оптимальных курсов английского языка учат классно преподаватели у нас были с канады с америки и что интересно я думал что я уже английский язык знаю когда я приехал сюда меня хватило только лишь на то чтобы на границе офицеру объяснить куда я еду зачем я еду что я здесь вижу что я здесь хочу найти но общем был такой разговор и когда человек не отвечал для меня было довольно сложно понять о чем он говорит то есть смысл приходил с большим опозданием значит вначале я работал находил работу среди русских среди англичан несмотря на то что я знал базовые какие-то вещи для меня все равно очень сложно было ну так свободно говорить на языке и спустя пять лет я вам говорю что у меня то есть я сам тем чем занимая знаю что у меня языка недостаточно несмотря на то что база слов у меня довольно приличная у у меня довольно приличный словарный запас я если забываюсь как бы отвлекаюсь от своего если они пытаются анализировать что я говорю то есть мой язык перетекать нормальную фазу и потом родову ты это классно говоришь по-английски да нет я знаю что я говорю недостаточно по-английски почему потому что всегда когда ты приезжаешь в новую страну когда ты начинаешь учить язык этой страны должен пройти до достаточно длительный период почему потому что ваш аппарат мышечный настроен на совсем другую языковую на совсем работают другие мышцы лица для того чтобы вы правильно произносили произносили с испанским языком у меня в первое время было когда я говорил на испанском у меня было впечатление что у меня скулы после дня разговоры вот здесь прямо такая ноющая боль была в английской среде немножко по-другому как бы этого не замечаю но все равно говорить долго на английском языке чувствуешь какой-то дискомфорт значит несмотря на то что у меня базовые слова были какие-то выражения мне все равно недостаточно сейчас говорить на английском языке я заметил интересную вещь когда я ходил на курс английского языка при украинском клубе в нашей группе были женщины которые вышли замуж за англичан и я говоришь свободно флюент на английском языке а мне отвечали а ты знаешь вот как бы несмотря на все то что я понимаю я говорю меня понимают но этого недостаточно для того чтобы в совершенстве владеть языком на первый взгляд язык простой на первый взгляд все говорят в интернете да что там учить английский язык это все просто да когда говорят иностранцы которые выучили английский язык у них словарная база совсем другая то есть ну допустим ограниченное как говорят англичане для того чтобы говорить на языке достаточно знать 600 слов или там выражений построений до достаточно и вот иностранцы говорят на таком языки а вот вдумайтесь когда люди местные великобритания состоит из четырех стран говорящих как бы на английском языке вот многие англичане не понимает шотландцев не понимают ирландцев хотя все они говорят на английском языка иногда англичане которые проживают лондонда допустим Londoner accent да лондонский акцент то есть лондонский акцент и английский язык настолько отличается Ну, наверное, как русский от украинский или португальский от испанского. Поэтому, чтобы пропитаться языком, чтобы говорить очень свободно, вы должны пропитаться средой пребывания. Поэтому самые удачные курсы, когда вы приезжаете в страну и учитесь здесь, когда вы живете и вокруг нет ни одного вашего соотечественника. Ну, так уж получилось, что наших соотечественников много и много своего свободного времени, я говорю именно на русском языке или на украинском, иногда на польском, на испанском очень часто. Поэтому времени меньше остается на изучении языка. И еще очень важно заметить, вот когда я изучал язык раньше, в Советском Союзе, там уже постсоветские времена ходил на курсы. Вот если преподаватель ошибся в вашей молодости, то в зрелом возрасте эту ошибку настолько сложно исправить, насколько вы себе не представляете. Привожу маленький пример. Мой ребенок в Испании учил английский язык, и учитель, ну, допустим, одно слово, брат, да, человеку забили в голову слово «бротер». И когда приехал сюда и говорит, о, как там твой «бротер»? Я говорю, что за «бротер»? Потом, когда я понял, что «бротер» – это «бротер», да, то есть я сразу говорю, может быть, «мутер», «фатер» и там еще что-нибудь в таком плане. Ну, закончилось смехом, поправка введена, но это для молодого человека. А когда для человека зрелого возраста, когда выковыриваются ошибки довольно тяжело, когда вы на протяжении многих лет «бротер-бротер», так вы до конца жизни будете этот «бротер» повторять, да. И вот поэтому, еще интересно, в бывском Советском Союзе было достаточно много преподавателей, которые вот так между собой говорили на английском языке, они прекрасно понимали, что они английский язык знают. Но когда такой человек попадает за границу, у него возникает шок. Сейчас другое время, сейчас время интернета, но я-то не 15-летний, правильно? Я не могу там, я учу на Ютубе, я смотрю ютубовские каналы, кстати, очень полезно на английском языке, слушать песни старенькие, там, где есть текстовка четко прорисованная, тогда можно эти песни понять. Вот только лишь спустя 5 лет я начал понимать, о чем поют певцы, а это уже значительно большой успех. Другое интересное замечание, если ты говоришь с группой людей постоянно, англичан, каждый день через день, вот у меня есть как бы партнеры по бизнесу, да, или по работе, что я делаю, мы понимаем друг друга хорошо. Когда включается в нашу группу другой человек, мне нужно время для того, чтобы привыкнуть, потому что в каждом языке есть двойные смыслы. Есть на одно слово 3, 4, 5, 10 понятий. Если говорят друзья между собой, сказанное слово в контексте воспринимается мгновенно. А если ты не понимаешь контекста, то ты начинаешь искать в словарях, а в словарях сотни сочетаний в зависимости от того, что стоит перед, за словом, вырванного оно с контекста или нет. В кругу друзей слово вырванное с контекста воспринимается правильно. И вот, допустим, американец приходит в кофешоп, да, когда мы там встречаемся, начинает говорить, проходит 2-3 дня той недели, прежде чем начинает в совершенство, понимать, о чем вообще идет речь. Ну, то есть в общих словах понимаешь, но приходится переспрашивать, а что это значит, да. Поэтому, мое такое замечание, старайтесь сразу правильно учить не только произношение, но точно так же и что значит это слово. А для этого вам нужно окунаться в среду по максимуму, для этого вам нужно на сегодняшний день смотреть ютубовские какие-то английские каналы и искать именно английские фильмы или английское объяснение, если вы собрались в Англию или в Великобританию. Если же вы наметили ехать в Соединенные Штаты, ищите ютубовские американские каналы, точно так же Ирландия и Шотландия. Товарищ у меня жил в Ирландии, приехал сюда, а он ходил как бы на английские курсы, ирландские. Но когда он приехал, пришлось много раз переспрашивать, а почему ты говоришь так, если по-английски звучит так. То есть языки внутри даже языковой группы отличаются. Поэтому, когда говорят английский язык, это легко. Ну, я как бы не очень верю таким людям. Почему? Потому что любой язык издалека кажется легко. Но когда вы начинаете общаться, каждый сектор языка имеет свой словарный запас, имеет свои значения. А Великобритания и Англия настолько обширна, это настолько огромная мозаика языковых оттенков внутри английского языка. Ну, вот представьте, вы работаете как водитель, у вас свой языковый запас. Вы работаете в офисе, у вас уже другой языковый запас. Вы работаете в компьютерных IT-технологиях, у вас совсем другой словарная база. Если вы занимаетесь литературой, театром, или чем бы вы ни занимались, это отличается. Понять это все и говорить свободно на языке может ли только человек, который прожил очень длительное время в стране. Когда говорят, за год выучишь язык, нет. За год никто не выучит язык. За год вы выучите, привет, пока, как дела, как тебя зовут, а где ты работал, где ты родился. Ну, это примитивная база, которую в простых разговорах, как правило, часто не используют. Те, кто, допустим, я оформляю документы сейчас определенные, там, да, с хом-офисом, там вообще голову можно словать. Или вас оштрафовали, другое, бизнес, третье. Все имеет. То есть выучить это все очень сложно. Но куда деваться ты учишь. Вот представьте, родился ребенок до 3-4-5 лет. Он учится только слушать. Его мозг воспринимает вот эти звуковые энергетические сигналы и трансформирует из слова буквы. Мозг молодого человека, родившегося очень гибкий, очень восприимчивый, легко менять. Когда ты уже старше, тебе сто раз нужно повторить одно слово, для того, чтобы оно влезло так, как и запомнилось, как нужно. И вот представьте, занимаясь зарабатыванием денег, занимаясь взрослыми вопросами, ты еще должен учить английский язык. И для этого испанский опыт, то есть вперед как в омут головой, ну, в языковый омут ничего страшного нету, вы не пострадаете, хотя от этого голова начинает закипать. И поэтому, когда вы прожили 5 лет, вы уже как маленький ребенок, хотя идете на форсаже, на ускоренном режиме, потому что у вас времени уже нету, вы только начинаете хватать базовые какие-то вещи. И потом ребенок учите с 5 лет или 6-7 до 15-20-25. Даже для молодых людей, англичан, которые всю жизнь учили компьютер, которые резко переходят, допустим, на механику в автомобилях, словарный запас зачастую другой. Не только англичане, каждый человек должен знать, что значит слово, как его применить, но тем, кто родился и вырос здесь, естественно, значительно легче. Но для того, чтобы владеть языком, у вас уходит 15-20 лет. Даже изучая испанский язык на протяжении 10 лет, я считаю, я говорю, нормально, но для определенных вещей все равно языка недостаточно. И когда ты имеешь 2, 3, 4, 5 языков в голове, поверьте мне, что для того, чтобы перейти, перескочить с одного языка на другой, нужно маленькая остановка, чтобы вы внутренне перешли. Тогда вы легче говорите. Особенно в первое время. Ты думаешь, что ты знаешь много языков, у тебя голова включается на совсем другие ответы, чем те, которые ты сам от себя ждешь. Вот это такие мои соображения, пожелания. Но в любом случае, находясь в стране, находясь в среде обитания языковой группы, да, конечно, несомненно, учить лучше, учить более правильно. Поэтому мои пожелания для тех, кто собирается в Великобританию, старайтесь найти правильные курсы и смотрите очень-очень много различных, не русскоязычных обучалок, а обучалок людей, которые живут в Великобритании, в Англии, допустим, или в Шотландии. Вот ихние уроки или ихние разговоры, то есть попытайтесь с помощью интернета окунуться в среду языковую. В начале недели, месяц-два вы будете очень туго соображать. Вы можете пользоваться гугли-переводчиками, но когда вы себя окружите средой или когда вы войдете спиритуально в эту среду, вы легче будете этот язык учить. Если вы сильно заняты, я вам сочувствую, но находясь в стране уже в окружении языка, да, это легче, но это вам стоит куска здоровья для того, чтобы понять язык. А вы тратите время, вы, значит, тратите деньги. Вы теряете шансы зарабатывать лучше. Вот по моему опыту, те ребята, которые приехали сюда молодые, с постсоветское пространство, и кто наиболее быстро схватил язык в достаточном объеме для того, чтобы общаться, коммуникариться между людьми, я уже такие кривые слова использую, коммуникариться, да? Это уже эмигрантские синдромы. Чем быстрее вы входите в нормальную среду обитания и выходите на совсем другой уровень заработка. Я слышал от студента, вот вы видели там интервью с аспиранткой, политиком, да, которая приехала сюда, и у нее был определенный шок от посещения Великобритании. Она считала, что она классно, правильно говорит на английском языке. Но встречались такие случаи, когда человек выходит, строит свое предложение, задает вопрос англичанам. Англичане трусят головой и просят переповторить. Естественно, человек интеллигентный начинает искать другие подходы, другие слова. Это значительно легче дается и находится общий язык. Это, конечно, другие инструменты, другая манера общения, но человек, у которого есть хорошая база, легче входит в среду. И вот этот человек общался с английскими, ну, с нашими студентами, богатыми детьми, да, которые проезжают улицы в коллекциях, улицы в институтах. Как бы человек учится год, два, три, четыре, пять, думает, что он прекрасно говорит на английском языке, но я уже говорил, ребенок за пять лет никогда не будет прекрасно в совершенстве говорить на языке. Тем более, не забывайте, каждый из наших пришельцев сюда так или иначе общается с родственниками, с друзьями, со знакомыми на родном языке. А чем лучше вы говорите на языке местном, чем лучше вы общаетесь, тем больше шанс у вас выйти на уровень финансовый, ну, естественно, жизненный, потому что наши люди, ну, в общем-то, очень гибки, и когда голодный приходит в сытую страну, от знания его языка зависит о том, насколько он устранит свое голодное состояние. Ну, голодное не только лишь в там пропитании, пропитание дешевое. Во-первых, история Англии, Ирландии, Шотландии настолько богатая, что люди, которым эти интересуются, наталкиваются на то, что здесь можно жить, учиться, наверное, остаток жизни и учиться хорошему, потому что, как в каждой из стран, была своя история, здесь есть чему поучиться, а без знания языка, согласитесь, это невозможно. Тем более, что прикоснуться каким-то техническим, технологическим, юридическим, историческим аспектам без знания максимально гаммы общения, коммуникаций невозможно. Одно слово, выпавшего из длинного предложения, меняет полностью смысл этого предложения. И иногда у вас просто нету времени дергать человека и каждых 2-3 минуты передавать вопрос, что же это значит. Это уже немножко несерьезно. Поэтому старайтесь базовую составляющую закладывать правильную, если вы учите не в стране пребывания. Но если вы уже оказываетесь в лоноязычной среде, мои пожелания такие же, как в испанском, окунайтесь с ушами, с макушкой в среду. В каждой стране есть разные газеты, то есть газеты для низкого класса, для среднего класса, для элит. И каждый уровень имеет языковый свой набор фраз, свой, так же, как и люмфарга можно на матюках говорить, извините, тремя словами или десятком слов объясняться и вас будут понимать. Но это если вы в стране родились и выросли. То есть в русской среде русскоязычные между собой могут обмениваться, ну как Элочка Людоедкина, да, десяток слов не совсем хороших и все друг друга понимают. Но это не тот язык, к которому каждый из нас стремится. Поэтому каждый уровень жизни и движений по орбитам жизненным зависит от того, насколько вы владеете в совершенстве языком. Если уровень общения 600 фраз выражений английских, то у Шекспира их более 2000. Это уже расширяет ваши возможности, дает вам шансы в жизни и в принципе обустраивает вашу жизнь. Вот я думаю вот такие мои пожелания в изучении языка. Скажу, что сам себе пожелаю, что впереди предстоит еще не один год усиленного обучения. Я как всегда ныряю в самые разные направления для того, чтобы постить словарный запас. И это очень сильно мне помогает. Это касается электронного бизнеса, это касается каких-то технических вещей. Это касается любое направление, которое в чем-то где-то мне интересно или я анализирую, мне нужно туда войти. Как ты узнаешь насколько вода мокрая, если ты не окунешь туда хотя бы пальца. А если вы хотите поплавать, то как вы будете плавать, если вы только будете руками разводить и представлять себя и плывете по бурной реке. Это тоже является экспириенс. Ваш опыт это также расширяет ваши возможности, расширяет ваши горизонты. И я могу смело сказать, особенно обращаясь к моим друзьям, что к счастью или к сожалению, в зависимости от точки зрения от вашего позиции взгляда на мир мои слова сейчас, которые я скажу, могут открыть вам некоторые завесы, которые в принципе в англоязычном мире знают. Значит, владение в совершенстве английским языком открывает вам в принципе все бизнесовые двери всего мира. Но опять же, как вы заходите в свою нишу. В электронном бизнесе, если вы в совершенстве владеете английским языком, а английский язык это 95% мирового маркета, мирового рынка. Русский язык занимает там 0,0%. Это вам кажется, что если вы живете в русскоязычной среде и делаете что-то на русском языке, вы очень успешны. Просматривая, анализируя различные допустим веб-сайты, какие-то каналы ютуба, я сразу скажу, англоязычная среда реагирует мгновенно. Если вы пишете статью на английском языке, у вас будут сотни, а то и тысячи просмотров за день. Это говорит о том, что среда очень подвижна, очень специфична. Если вы пишете супер отличный аналитический материал на русском языке, если вас не обеспечивает группа поддержки, своей поддержкой, социальными сетями и прочее, то у вас просмотров хорошо, если сотня. У меня одна статья была написана несколько лет назад, ее ежедневно просматривало 30-40 тысяч человек. Когда эту статью перевел, адаптировал на русском языке, ее просматривало от силы сотня человек в день. Вот и все. то есть это говорит о многом, поэтому бизнес, вот Китай, мало ли какая страна, бизнеса всего мира, говорят на английском языке. Чем лучше язык, тем больше шансов. Вот поэтому вот такие мои пожелания, мои пожелания для всех моих дорогих подписчиков, слушателей, для тех, кто интересуется жизнью соотечественникам за рубежом, делюсь своим опытом только лишь для того, чтобы каждый из вас, а я прошел сложный эмиграционный путь, период длиной в 15 лет, вот это может быть много, может быть немало, для меня это как вся жизнь предыдущая, да, то есть я делюсь своим опытом для того, чтобы если кто-то из моего опыта почерпнет что-то полезное и устранит эти ошибки от своего эмиграционного пути или мои советы могут кому-то помочь чтобы избежать ошибок я буду сказочно рад, почему? потому что я сам прошел этот сложный путь и я его еще не закончил то есть вполне возможно что идя по жизни тем путем которым я иду вот мне много открытий еще на моем пути я хочу их делать и я делюсь своими соображениями делюсь своими наблюдениями для того чтобы максимально помочь вам не наступать на те грабли на которые наступил я и скажу по-испански есть такая классная поговорка аккумуляр лос экспириенция параной репетир масс эрорис то есть участь на ошибках получая опыт жизненный только лишь для того чтобы не повторять ошибки а как известно всегда лучше учиться на чужих ошибках чем постоянно наступать на одни и те же грабли с вами был Константин Перегуда канал КОНПЕРЕ подписывайтесь оставайтесь со мной смотрите за событиями за фильмами задавайте вопросы участвуйте активно в дискуссиях пока